Рак желудка В мире заболеваемость носит эндемический характер, наиболее высокая заболеваемость отмечается в странах Восточной Азии, это Япония, Южная Корея, заболеваемость достигает в этих странах до 70 случаев на 100 тысяч населений в год. Россия также входит в группу стран с высокой заболеваемостью. Интересные статистические данные. Ежегодно, по данным МАИР, регистрируется около 1 миллиона новых случаев. Одногодичная летальность у пациентов рака желудка на круг составляет 53%. То есть каждый второй больной из этого миллиона не переживает одногодичный рубеж. Также за последние несколько десятилетий отмечается стойкое снижение заболеваемости. Это происходит за счет рака дистального отдела желудка на фоне роста кардиософагиального рака заболеваемости. Также отмечается некоторое стойкое улучшение показателей выживаемости у больных раком желудка. В России ежегодно регистрируется около более 370 тысяч новых случаев ежегодно. Одногодичная летальность 53%. Исходно на момент установки диагноза в четвертой стадии диагностируется более чем у 40% пациентов. В структуре заболеваемости занимает четвертое место среди мужчин, 5 среди женщин. В структуре смертности третье место. Также отмечается в России снижение заболеваемости раком желудка. Известно, что около 40-60% пациентов диагностируется уже метастатический процесс. Тактика лечения, то есть основным методом лечения этих пациентов является лекарственное лечение. До 2010 года, когда был впервые внедрен первый таргеный препарат Ростозумаб, основные препараты эффективных к операции желудка являлись цитостатики. И наиболее значимые из них это производные фторпирамидинов, платины, токсаны и венитикан. В настоящее время существующих режимов, стандартов лечения больных в первой линии, к сожалению, нет. Есть, дается предпочтение комбинации фторпирамидином с производными платины. Однако, если вы были вчера на сессии по раку желудка, вы слушали дебаты, что все-таки лучше двухкомпонентное и трехкомпонентное лечение в первой линии. Рак желудка относится к опухолям соотносительно высокой химиочувствительности. Частота ответа рака желудка на химиотерапии составляет около 40%, но характерной для рака желудка является их короткая продолжительность эффективности, низкая частота полных регрессий и, соответственно, низкие показатели выживаемости. Как я уже сказал, общей стратегии лечения больных рака желудка первой линии нет. На наиболее современные режимы, включающие трикомпонентные химиотерапии, максимальная медиана выживаемость достигнута в 11 месяцев, не превышает одногодичный рубеж. Что говорит о необходимости при этой лотке пациентов разработки новых методов лечения. Рак желудка с точки зрения молекулярно-генетической точки зрения является очень дикероденной опухолью. При раке желудка встречаются мутации более чем 26 значимых генов. Наиболее значимые это ген ТП53, модулятор транскрипции CDK, модулятор клетушиоцикла, ген СДЧ1-экогериновый фактор адгезии, и наистолки фотоатки НАЗА. Реже встречаются мутации КРА, СБИ, РАФ и РББ. Значительно чаще, до 70-80% случаев, встречается амплификация генов фактора роста, фактестарного фактора роста, эпидермального, гипотоцитарного, эндоваскулярного. И чаще всего встречается, как правило, комбинация экспрессий тех или других рецепторов. Группой по созданию атласа генетических мутаций при раке желудка в 2004 году была предложена молекулярно-генетическая классификация рака желудка, при которой выделили 4 подгруппы. Первая – это генетически стабильный рак, или, как называют еще, екогериновый рак. Он чаще всего ассоциирован с наследственным раком, и, соответственно, с мутацией в гене Сидеич, ЭПИСИМ. Другая, наиболее распространенная форма – это хромосома нестабильный рак, при которой отмечаются эпигенетические изменения, такие как амплификация генов РББ, ВИДЖФР, гипотоцитарного фактора роста и другие. Третий подтип – это эпидермаросциированные раки, которые сценивают чаще с мутацией веностолки трифосаткиназа и экспрессии ЭПИЛ-1, ЭПИЛ-2 легандов. И четвертый тип – это МСА и рак желудка, который характеризуется генетической нестабильностью. Основным модулятором при раке желудка, модулятором роста, клеточных пролифераций, выживаемости, считается семейство рецепторов эпидермального фактора роста. В данный рецептор семейства входит 4 представителя. Наиболее значимые – это рецепторы ХЕР-2. Этот рецептор в настоящее время является единственным рецептором или единственным биомаркером, который показал предикторные свойства при раке желудка. В настоящее время уточняются предикторные свойства ЭПИЛ-1 МСА, но пока что это единственный предиктор при раке желудка. Этот рецептор является безлегантным рецептором. Его активация происходит путем демеризации. Бывают два вида демеризации – легант независимый и легант зависимый. Легант независимый приводит к формированию гомодимеров между двумя рецепторами ХЕР-2. Легант зависимый – формируются гетерогемеры, как правило, чаще с рецептором ХЕР-3 и реже с ИГФР. Блокада рецептора, конечно, может привести к супрессии процесса пролиферации, инициации апоптоза и клиническим противооптимым эффектам. Существует два механизма влияния на рецептор. Это блокада вне клеточного домена, при которой используют моноклональные антитела. Наиболее значимый – это тростозумаб. И блокада внутриклеточного домена, терзинкеназного домена рецептора. Это терзинкеназные ингибиторы, которые приводят к супрессии, блокировку процесса аутофосфориляции аденозитрифосфат в аденозитрифосфат и блокируют активацию внутриклеточных сигнальных путей. При активации рецептора, как правило, активируются два основных сигнальных пути – это мап-кеназный путь и ингибиторы фосфат-кеназный путь, которые, белки этих кеназных путей, тоже являются мишенями для таргнетерапии рака желудка. То, что я уже говорил. Экспрессия рецептора HER2, как я уже сказал, единственным предиктором-рецептором при раке желудка в настоящее время. В общей популяции встречается примерно в 13-23% случаев. Чаще экспрессирует HER2-рецептор кишечный тип по классификации Лорену, реже диффузные смешанные типы. Также чаще экспрессируют кардиосугеальный рак, реже, собственно, рак дистальных отделов желудка. Исследование ТОГО – это одна из первых рандомизированных исследований третьей фазы по изучению активности тратозумаба в комбинации с стандартными режимами химиотерапии в первой линии лечения у HER2-положительных больных раком желудка. В этом исследовании подвержены скринингу более 3800 пациентов из 20 разных стран, 24 стран мира. В итоге была выявлена гиперэкспрессия рецептора HER2 у 22% больных. Необходимо отметить, что оценка HER2-статуса опухоли оценивалась двумя методами. Оценивалась амплификация гена методом ФИШ и оценивалась экспрессия рецептора иммуногистохимическим методом. В различные страны, в различных популяциях отмечается разный уровень экспрессии HER2, что объясняет теорию регионального полиморфизма рака желудка. В исследовании тога включены 584 пациента HER2-положительным раком желудка, диссиминированным HER2-положительным раком желудка. Все больные были рандомизированы на две группы. Обе группы получили как режим химиотерапии первой линии комбинацию вторпирамидином с эцистатином. И в исследовании группы добавлялся тростозумаб в дозировке нагрузочной дозы 8 мг на килограмм и с последующей поддержившей дозировки 6 мг на килограмм до прогрессирования заболевания. И в результате сравнительного анализа была достигнута первичная цель этого исследования улучшение показателей выживаемости и улучшение общей выживаемости в общей группе составило 13,8 месяцев, на 2,7 месяца больше, чем в контрольной группе. Но тут необходимо отметить, что у 6% больных с амплификацией гена по методу ФИШ не сопровождалось гиперэксперенцией HER2-рецептора иммуногистохимическим методом. И в дальнейшем при стратификации этих больных в зависимости от гиперэксперенцией рецептора по иммуногистохимическим методам наилучшие результаты были отмечены в группе больных гиперэксперенцией рецепторы HER2 с амплификацией гена. Вот в этой группе достигнута медиана выживаемости почти 18 месяцев. Хуже, но положительные результаты были отмечены у больных гиперэксперенцией рецепторов, но без амплификации гена. и в группе больных с умеренной экспрессией, но с амплификацией гена РББ. В группе больных с амплификацией гена без гиперэкспрессии рецептора не сопровождалось положительным клиническим эффектом. Таким образом, если обобщать все данные, в группе больных с HER2 положительным статусом медиана общая выживаемость увеличилась до 16 месяцев против 11 месяцев в группе контроля. Также добавление трансфузума к обычному режиму химиотерапии привело к улучшению времени без прогрессирования примерно на полтора месяца, а также это привело и к улучшению объективного ответа как полной регрессии, так и частичных регрессий. Комбинация трансфузума с традиционной химиотерапией, как видно из слайда, не привело к значимому ухудшению переносимости лечения, как гематологические побочные действия, так и негематологические нежелательные явления. Также и кардиотоксические явления примерно одинаковы в обеих группах, что говорит об хорошей переносимости лечения больных. Таким образом, обобщая данных, позволяя итоги по этому исследованию, трансфузума является первым препаратом, который позволил улучшить медиану выживаемости с 11 месяцев, то есть перешагнуть этот одногодичный рубеж у больных при раке желудка, именно при HER2-положительном раке желудка. Рецепт HER2 показал значимые предикторные свойства, и определение HER2-статуса является обязательным для больных раком желудка для определения алгоритма лечения, первой линии лечения. Также добавление трансфузума к стандартным режимам химиотерапии не привело к ухудшению переносимости, к увеличению токсичности. И учитывая все это, в 2010 году трансфузума, адоба МФДА, в качестве препарата выбора в лечении больных HER2-положительным раком желудка в комбинации с стандартным режимами химиотерапии. Дальнейший алгоритм, как я уже сказал, HER2-рецептор является значимым биомаркером с предикторными свойствами, и определение гиперэкспрессии является обязательным больным раком желудка и трансфузума по казму пациентов, у которой отмечается гиперэкспрессия рецептора по методам ЕГХ и с умеренной экспрессией, но с амплификацией гена. Таким образом, я хотел представить клинический случай успешного применения трансфузума в лечении больного кардиозгиальным раком Т3Н3М0, который больной проходил лечение у нас в отделении, в клинике. По этому поводу больному было выполнено хирургическое лечение в объеме дистальной спутальной, это первый тип по зиверту, поэтому была выполнена дистальная спутальная резекция пищевода с пластикой с широким желудочным стеблем, операция типа Льюиса. Буквально через 3 месяца или 4 больной запрогрессировал гистологически низкодифференцированной дентокарцинома. Больной запрогрессировал в виде появления метастатического плеврита, который был доказан цитологически. Больному в первой линии проведено 3 курса химиотерапии постхимикселокс без афета, на этом фоне отмечено прогрессирование появления метастатических параортальных лимфоузлов. За этот период времени больному определен HER2 статус, ИГХ2+, фиш положительный. И в дальнейшем больному также проведено 6 курсов химиотерапии в комбинации с платинстоксаном и стратозумабом. Больной в настоящее время наблюдается, находится на поддержке терапии тростозумабом без признаков прогрессирования. Ну и вот КТ снимки данного больного в различные периоды до лечения, в процессе и буквально в сентябре этого года. То есть больной находится на терапии тростозумабом более почти 2 года. Отмечается полная регрессия как плеврита, так и от параортального лимфоузла в динамике уменьшается до полной его регрессии. Другой механизм воздействия на внеклечный домен ХЕР2-рецептора предполагалось использовать так называемые комбинации тростозумаба и одна из них тростозумабом танзина. Танзин является цитостатиком, блокирующим полимеризацию тубулина. И эта комбинация представляет собой коньюгат антитела с цитостатиком, который рассчитан на сниргичные селективные воздействия на ХЕР2 положительных опухолевых клеток. Однако в этом году на ЭСМО были представлены рандомизированные исследования третьей фазы по изучению эффективности тростозумаба и, как видите на графиках, положительных результатов не было получено. Другая комбинация тростозумаба с пертозумабом. Пертозумаб является также моноклональным антителом уже к второму домену внеклеточной части рецептора. Тростозумаб блокирует четвертый домен внеклеточной части рецептора. Предполагалось, что двойное блокирование внеклеточной домена рецептора будет усиливать процесс антидемеризации и инактивации рецепта. В результате комбинация тростозумаба с пертозумабом и стандартным режимом химиотерапии в рандомизированном исследовании, которые в этом году представлены НАСКО, тоже не оправдали себя. Значимых, статически значимых результатов положительных не было получено. Другой маркер, который подавал надежды на предикторные свойства, является HGFR, то есть рецептор эпидемиальных факторов роста первого типа HGFR. При раке желудка экспрессируется достаточно значимо, до 80% случаев. Терзинкиназные ингибиторы, блокирующие внутриклеточный домен рецептора HGFR, это гефитениб, эрлотениб, которые показали высокую эффективность при нем в лакоклечном раке лёка. При раке желудка в исследовании первой-второй фазы они не показали положительных результатов. Обнадеживающие результаты показали по наклонанию тела к вне-клечному домену, это ацетоксимаб и панитумумаб. Однако в исследовании третьей фазы экспанды и реал-3, эти препараты также не показали положительных результатов. Лапотениб является препаратом терзинкиназным ингибитором, то есть неселективный терзинкиназный ингибитор, блокирующий как внутриклеточные домены, как HGFR, так и HER2. Но он преобладает специфичность к HER2 рецептору. В исследовании третьей фазы комбинация лапотениба с тестостатиками, с обычным режимом химиотерапии, в общем-то, не привело к улучшению показателей выживаемости. Однако в исследовании Титан, где оценивалась эффективность лапотениба в комбинации с поклитокселом во второй линии, отбор больных в этом исследовании проводился фиш-методом. И опять возникает вопрос вот этих 6%, когда амплификация гена не сопровождается. Комбинация трассезума баслопотениба показали от нижней кривая достаточно значимый противоопухолий эффект, что, в принципе, является поводом для дальнейших клинических испытаний в этом направлении. Другой механизм противоопухолевоздействия является влияние на неоангиогенез. Путем блокады как эндоваскулярных факторов роста, так и их рецепторов. Бивацезумаб – один из первых препаратов, представляющих собой моноклональный тетилак эндоваскулярных факторов роста А-типа, который показал, в принципе, достаточно хорошие результаты при колоректальном раке. При раке желудка в исследованиях третьей фазы Вагаст Аватар также не показал положительных результатов. Интересные, хорошие результаты показал Рамоцурмаб. Это моноклональный тетилак, блокирующий внеклеточный домен ВГФР2, то есть рецептор второго типа эндоваскулярных факторов роста. В исследованиях Регарди Рейнбоу Рамоцурмаб показал сточите значимое улучшение показателей выживаемости, как время обеспрогрессирования, так и общей выживаемости, во второй линии, как в монорежиме, так и в комбинации с паклитокселом. В монорежиме Рамоцурмаб увеличивает медиану общей выживаемости до 5,2 месяцев, в комбинации с паклитокселом до 9,6 месяцев во второй линии лечения. Здесь графики этих двух рандомизированных исследований общей выживаемости 5,2 месяцев в монорежиме во второй линии и 9,6 месяцев в комбинации с паклитокселом. Другой препарат, который показал обнадеживающие результаты, это Апотениб, терзинкеназный ингибитор внутриклеточного домена ВГФР2. По данным рандомизированной исследований третьей фазы, приведенной в Китае, этот препарат показал тоже обнадеживающие результаты в монорежиме. В итоге, во второй линии, в результате отмечено улучшение общей выживаемости на 6,5 месяцев. С учетом этих данных, в Китае этот препарат уже зарегистрирован, в Европе, в США, а Апотениб не зарегистрирован еще, идет исследование третьей фазы по изучению Апотениба в этих популяциях пациентов. С учетом высокой активности во второй линии РАМУЦРУМАБа, необходимо сказать, что препарат был зарегистрирован в ДЕИ, в США, и буквально недавно, на прошлой неделе, препарат зарегистрированный и в России для лечения больных во второй линии лечения, как в монорежиме, так и в комбинации с паклитокселом, в зависимости от его статуса больного после первого лечения лечения. Учитывая также высокую активность Апотениба в этом китайском ренвизерном исследовании, сейчас изучается его активность во второй линии, также изучается активность РАМУЦРУМАБа в первой линии, в комбинации с стандартом химиотерапии, вот здесь XP, это европейско-американская популяция, S1, это я в Японии. Также изучается эффективность РАМУЦРУМАБа в переоперационном периоде у больных с локализованными операбельными опухолями. Как я уже сказал, активация данных рецепторов, факторов роста, приводит к сигнальнику, вот этих рецепторов передается по двум внутриклещенным, по сигнальным путям, и основные из них, это два сигнальные пути, это мапкиназный, РАСРАФМЕКЕРК, и инстолтрифосакеназный путь. Мультитаркные препараты, блокирующие в том числе, в частности, белки этого сигнального пути, такие сурафениб, сунитип, азапониб, в исследовании первой и второй фазы не показали существенных результатов увеличения больных раком желудка. Обнадеживающие результаты показал мультитаркный препарат Реграфениб, в рандомизированной исследовании второй фазы, он показал улучшение времени беспрогрессирования с 3,9 до 11 недель во второй линии лечения. С учетом этих данных, инициировано исследование третьей фазы, интегрой 2, где планируется оценить эффективность Реграфениба в монорежиме у больных во второй линии лечения. В настоящее время также активно изучаются, сейчас, мягкие ингибиторы, активность при раке желудка, в частности, довитиниба. Эверолимус является МТО-ингибитором, блокирующим институтрию фасадкиназный путь. В исследовании третьей фазы гранита 1 в эверолимус в монорежиме не показал клиническо значимых результатов. В настоящее время планируется его изучение и оценка эффективности в комбинации с пакетокселом во второй линии лечения у этих пациентов. Гипоцитарный фактор роста экспрессируется при раке желудка в более чем 70% случаев. Здесь также возможны два механизма воздействия. Внеклеточные блокады, рецепторы внутриклеточные. Внутриклеточные терзентиназные ингибиторы форетиниб, кризотиниб при раке желудка также не показали значимую клиническую активность. Монокональные антитела к внеклеточному домену рецептора рилотумамаб и юнортозумаб в исследовании первой и второй фазы показали обнадеживающие результаты. Однако эти препараты провалились в рандомизировании третьей фазы риламид метагастрик. Улучшение общей выживаемости не было получено. Таким образом, если говорить о второй линии лечения уже, то это направление изучается относительно недавно. То есть с 2009 года, когда впервые было представлено рандомизированное исследование по изучению эффективности Ирины Текана по сравнению с группой адекватного симптоматического лечения. И тогда было отмечено улучшение выживаемости, общей выживаемости до 4 месяцев. Схожие результаты показал препарат отстокцел, тоже 4-5 месяцев. И только комбинация уже старых препаратов позволили улучшить медиану общей выживаемости. Вот комбинация покрытая сетсора муцурмама до 9-6 месяцев. Как уже покрытая сетс лапотениба до 14 месяцев. Учитывая, что это являются результаты уже под анализа, препарат пока не зарегистрирован, требуют дальнейшее изучение. И другое направление лечения больных рака желудка, конечно, является актуальной, изучается активно, является иммунотерапия, то есть таргентное воздействие на так называемые иммунные точки контроля, чекпоинты при раке желудка. Наиболее активные препараты регистрировали епильмумаб, который представляет аммоноклонантитела к сетиле 4 рецептору, неволумаб, епимбролизумаб к PD-1 и авилумаб к элеганду к PD-1 рецептору. Епильмумаб и невилумаб, как я уже сказал, моноклонантитела к PD-1 сетиле 4. В исследовании ЧЕКМИ-32 была исследована активность этих препаратов неволумаба в монорежиме, а также комбинация неволумаба с епильмумаба в разных режимах, в частности 1,3 мкг на килограмм и наоборот 3,1 мг на килограмм массы тела. В результате этого исследования В этом исследовании включены пациенты с различными солидами опухоли, в том числе и раком желудка. И в когорте больных раком желудка наиболее высокие показатели объективного ответа были отмечены в группе больных комбинация неволумаба с епильмумабом 1,3 мг на килограмм у больных с PD-1 отрицательными, то есть в общей популяции больных, а у больных с PD-1 положительными опухолями данные пропали почему-то, но объективный ответ составил 40% и 26% у PD-1 положительных опухолей в сравнении с группой больных, которая проводилась неволумаба в иммунном режиме. Однако, если отметить двухлетнюю общую выживаемость в этих больных, они не различались в этих двух группах. С учетом таких надежных результатов лечения эта комбинация в настоящее время изучается, проводится исследование третьей фазы по изучению активности неволумаба и примамба второй и третьей линии лечения. Другой препарат из этой группы пембролизумаб в исследовании КНО-59 изучена его активность у больных раком желудка. Все пациенты были рандомизированы на три когорта больных. Первая когорта это оценка эффективности пембролизумаба у больных рефрактивного рака желудка после двух и более линий лечения. Вторая когорта больных оценка эффективности пембролизумаба в комбинации с стандартным режимом химиотерапии в первой линии лечения независимо от педель статуса опухоли. И третья когорта больных это больные, которым проводилось лечение пембролизумаба в моду режиме у педель положительных опухолях в первой линии лечения. При проведении анализа в первой когорте больных отмечен объективный ответ 11% у педель отрицательных опухолях, 15,5% у педель положительных опухолях у больных и улучшение медианы общей выживаемости до 5,8 месяцев в третьей линии лечения. С 6-месячной общей выживаемостью почти 50%, то есть каждый второй больной переживал 6 месяцев. С учетом таких результатов этого исследования препарат пембролизумаб в сентябре этого года был зарегистрирован в ДЕЙ и рекомендован в качестве препарата выбора в третьей линии лечения у больных раком желудка. Что касается остальных двух когорт пациентов, где пемболизумаб изучался в комбинации с химиотерапией и в монорежиме в первой линии лечения, то в этих существенных результатах не было получено. Вот в комбинации с химиотерапией в первой линии лечения отмечен высокий объективный ответ 60%, но при этом медиана общей выживаемости 13,8 месяцев. Более того, токсичные явления третьей-четвертой степени в результате этой комбинации зарегистрировались более чем у 74% больных. И третья когорта больных при пемболизумаб в монорежиме объективный отметок оценен только у 26% больных с медианой времени без прогрессирования всего лишь 3,3 месяца. Таким образом, препарат оказался неэффективным в первой линии, но во второй и третьей линии вполне возможно, в третьей линии показался эффективно зарегистрирован, его эффективность во второй линии сейчас изучается, пемболизумаб вот второй линии. Идет исследование по изучению эффективности неволумаба и пилиумаба в первой линии, а также активно изучается препарат авилумаб, это как в первой, так и в третьей линии у пациентов рака желудка, у пациентов рака желудка. Еще один момент, это относительно уже переоперационному лечению больных локализованным раком желудка, знайте, что в рекомендации ЭСМА переоперационная терапия является стандартом лечения у больных второй-третьей стадии и с учетом высокой активности отдельных таргет-препаратов логично оценить эффективность их комбинации с стандартным режимом химиотерапии в переоперационном периоде. К сожалению, на настоящий момент законченных рандомизированных исследований нет, есть разные исследования, идут разные исследования по изучению эффективной разных комбинаций, есть предварительные промежуточные данные двух из исследований, вот испанского исследования, которое оценит комбинацию к силах с трансцезумабом в переоперационном периоде и немецкое исследование, которое оценивалось комбинацией флот с трансцезумабом, и по этим промежуточным данным на 63 и 57 пациентов отмечен объективный оттет почти в 40% и 56%. Также изучается активность рамуцерумаба в переоперационном периоде с комбинацией режима флот. В Японии оценивается комбинация с плотиной СС-1 с трансцезумабом и группой радиотерапевтов-онкологов в США изучается оценка эффективности химолучевой терапии в комбинации или без трансцезумаба в переоперационном периоде. Данные ожидаются. Ну и подводя уже итоги все то, что сказал, в настоящее время, несмотря на столько многих исследований и практически большинство из них закончились отрицательными данными, в настоящее время зарегистрированы уже два таргет-препарата и один чекпоид-ингибитор. Первый из них трансцезумаб показал значимую, статическую значимую эффективность 16 месяцев исследования итога против 11 месяцев. ХЕР-2-рецептор стал значимым биомаркером с предикторами и свойствами. ИГФР-рецептор не предъявлял предикторные свойства и все его ингибиторы не показали положительные результаты. Также не показали положительные результаты и остальные ингибиторы факторы роста гипотестарного, фактестарного, МТО-рингибиторы. В качестве второй линии как в монорежиме так и в комбинации с химией спаклитокселем уже зарегистрирован рамуцерумаб с улучшением общей выживаемости в монорежиме до 5-6 месяцев, а в комбинации спаклитокселема до 9-6 месяцев. Апотениб зарегистрирован в Китае. Ожидается результаты третьего исследования, чтобы оценить эффективность уже в популяции американский, европейской. Ну и пембролизумаб в третьей линии позволил улучшить медиану общей выживаемости на 5-8 месяцев. Это в принципе спасибо за внимание. Все, что я хотел сказать.